Привет, привет, здрасьте, друзья. Сегодня методом печати я попробую создать какие-нибудь вещи вот из этих замечательных виниловых пластинок. Представляю, какие дневные отзывы напишут винилофилы, а какие жирные дизлайки поставят. Этих пластов у меня конечно куча, ну килограмма 4 наверное. Пожалуйста штучек 5 ради эксперимента, а получится ли что-нибудь напечатать вообще с этих виниловых пластинок? Где их взял? Да сейчас покажу. На моем канале вы неоднократно видели как я разгуливаю по заброшенным домам, свалкам. Хобби у меня такое лазить по заброшкам, как например диггеры любят выгуливаться в пещерах или туннелях метро. В этот раз мне попалась неплохая находка из виниловых пластов времен СССР. Ты наверно заметил у меня на столе вот этого прекрасного фотополимерного малыша. Это Георгий из компании Кинкрум прислал мне очередной аппарат в пользование. Такой аппарат может быть твоим, но об этом в конце видео. Давайте начнем! Я конечно не ожидал что пластинки настолько гибкие, я думал они ломкие. Попробую еще одну. Товарищи которые сейчас начнут ныть, ой сердце кровью обливается не могу на это смотреть. Попрошу не истерить и связаться со мной. Возможно что и оставшиеся пластинки вы получите себе в коллекцию. Конечно же материал надо попробовать на адгезию, вдруг он вообще не пригоден к печати. Вроде неплохо сплавляются, буду крошить. Этот немецкий аппарат по измельчению бумаги вы уже видели в моих прошлых видео. К сожалению этикетку от пластинки не оторвать, ведь это же наклеено на советский клей. Так что остается только вырезать этот наклеенный круг, а так можно было пихать целиком пластинку в измельчитель. Думаю что 5 штучек хватит для эксперимента. Жалко мне пласты. Остальные я наверное размещу на сайте бесплатных объявлений. О какие пласты! Панорама! Круто да? Будем мельчить. Измельчитель как будто бы создан для уничтожения виниловых пластинок с легкостью кромсает. Эти виниловые а возможно коллекционные болванки с когда-то проштампованными музыкальными произведениями. Материал получился немножко больше чем я ожидал. Раньше бы я все это крошил конечно бокорезами. Но сейчас воспользуюсь китайской кастрюлькой, которую вы видели в моих прошлых видео. Я неоднократно измельчал все различные материалы с помощью этого китайского монстра. Хоть и маленького, как-то раз ножи не выдержали и разлетелись, немного пробив сам корпус кастрюльки. Конечно мне тогда очень повезло. После чего пришлось немножко модернизировать аппарат. Поставить дополнительный хомут параллельно вращающимся ножам. Надеюсь что это спасет. Измельчаем материал исключительно в респираторе, боясь что мелкие частицы материала могут летать в воздухе. Забавный материал получился, чем-то похож на угольную пыль. С большим трудом я очистил аппарат для измельчения пластиковых испытуемых материалов. Винил измельчился в пыль. Осталась небольшая проверка. Вот на этом китайчике, если все пойдет, то поставлю стол протяжки. Температуру на экструдере для начала я поставлю 180 градусов. Это для того чтобы вышел предыдущий испытуемый полимер. После чего я конечно же снижу температуру. Тема рабочая. Надо ставить стол протяжки. Сопла на экструдере тоже разные. Есть 1,65 миллиметра и 1,85 миллиметра. Это связано с тем, что полимеры бывают разные и например некоторые полимеры при остывании расширяются, а некоторые сужаются. Сейчас я поставлю сопло 1,65 миллиметра и в дальнейшем вы посмотрите какой диаметр филамента получится. Ну вот и пошла жара. Я не ожидал, что винил настолько податлив. Как видите филамент получается ровный. Я считаю, что чем мельче измельчен материал, тем стабильнее получается филамент на выходе. К сожалению филамент отказался укладываться в ровные кольца под воздействием гравитации, как это было в прошлых видео. В связи с этим я решил поставить автономочек. Я редко использую данное дополнение к столу протяжки, так как рассчитано данное приблудо на большие объемы производства филамента. Ну а для испытаний большие объемы мне конечно же ни к чему. Червячный редуктор напечатаны тоже из вторичных пластиков, полученных в предыдущих тестах. Конечно же есть недоработки, которые я исправил прищепками для бумаги, но думаю что в дальнейшем доработаю данную приблуду. Есть небольшие отклонения, но это вообще не о чем. Я встречал заводской филамент с куда более большими отклонениями. Я думал филамент получится ломким, но не тут то было. Получилась очень эластичная и прочная нить. Настало время напечатать проверочные диски. Во избежание всеразличных клеевых жидкостей я печатаю первый слой PLA пластиком. После чего меняю филамент на испытуемый. Конечно же это чудо какое то, что я запустил печать с первого раза. Температура сопла 245 градусов. Температура стола 60 градусов. Диаметр сопла 0,8 миллиметра. Шаг по оси Z 0,20 миллиметра. Конечно с диаметром сопла 0,4, испытуемая деталь получилась бы куда привлекательней. Сам тестовый диск 20 на 10 миллиметров. Печатаю эти диски. Посмотреть, чтобы вообще, а возможно ли печатать испытуемыми пластиками. Настало время традиционного теста высокотехнологичной колотушкой. На удивление материал оказался очень прочный. Не с первого раза я разбил испытуемую деталь. Заполнение детали я выставлял на 50 процентов. В общем то можно печатать. А теперь я хочу протестировать спиральную печать. Это уже наверное вошло в традицию. Я уже печатал вот этот например стаканчик из автомобильных фар. А этот стаканчик из окон ПВХ. А вот этот из аудиобобин, насколько я помню. Ну давайте попробуем и пластинки. Поначалу я конечно немного расстроился, что такая некачественная печать получается. Но когда присмотрелся, заметил, что предыдущие слои не успевают застывать. Скорее всего для этого полимера нужен хороший обдув. Но к сожалению на этом дровопринтере у меня его нет. Придется опять городить колхоз из подручных материалов. Калечный стаканчик получился. Придется запустить печать по новой, только теперь с обдувом. Ну вот другое дело обдув решил проблему. Вообще такой тип филамента вы не встретите в магазине. И это не просто так. Винил, а точнее винил хлорид. Это не детский яд, который размягчается при нагревании свыше 80 градусов. С выделением газов очень опасен. Все синдромы насколько он вреден я вам конечно описывать не буду. Где-то читал что он имеет сладковатый вкус. Который конечно я ощутил у себя в мастерской. Конечно же я пользуюсь средствами защиты и вентиляцию я включаю на полную мощность. Запомните с винилом шутки плохи и при возможности вообще не стоит связываться с плавлением данного материала. Так что предоставьте эту возможность мне. Пишите какой материал я еще не испытывал. Хотя если посмотреть на моем канале, то я думаю что уже испытал практически все материалы, которые можно найти на улицах. Под конец напечатаю как всегда что-нибудь нужное для себя. Заморачиваться особо не буду. Напечатаю крепление вот для этих замечательных защитных приборов. Эти очки у меня постоянно валяются по всей комнате. Одни я уже раздавил. Надо им сделать чтобы они были на одном месте. Если хотите я закину данную модельку на 3D today. Но думаю вы и сами с легкостью разработаете такую простенькую деталь. Как обычно оставлю вас наедине вот с этой прекрасной экспериментальной музыкой. Хоть слова и не при делах здесь. Злую мы тоску в дом не пустим. Мы развернем дорог, постов, рулон. И под дождями Петербурга будем гулять вдвоем. И под дождями Петербурга будем гулять вдвоем. Каждый день и каждый час за обоих за нас. В глубине твоих глаз утром. Ну что в общем то из винила можно осознавать вещи. Но я думаю что не нужно. Они и так представляют ценность. Да и поберегите свое здоровье и нервы винилофилов. Ну а сейчас секундочку. Вот об этом замечательном фотополимерном аппарате. Это самый дешевый аппарат в своем роде. Причем он нисколько не уступает дорогим образцам. Я собираюсь отправить его Ивану на тест. У которого уже большой опыт фотополимерной печати. Иван приобрел себе классную мастерскую. На данный момент конечно здесь идет ремонт. Но по окончании думаю вы увидите. Ни один интересный эксперимент. И возможно что совместный. Вон как радуется Иван. Даже чуть не сыграл на пол. Ну и конечно же я не оставлю его в покое. И как всегда попробую напечатать материалом не предназначенным для 3D печати. На этом малыше. Да и самое главное. Мы с Иваном разыграли уже не один 3D принтер. А ты хочешь заиметь на халяву этот фотополимерный 3D принтер. Тогда пиши буковки под видео. И возможно мы с Иваном разыграем его среди вас. Но если у тебя горит. То ты сможешь приобрести этот образец со скидкой. Ссылочки под видео. Давайте пишите из каких материалов можно еще что-нибудь напечатать. Или замутить какой-нибудь интересный проект в радиоэлектронике. Но я с вами не прощаюсь. Не болейте. И храни вас Господь. До встречи. Огромнейшее спасибо Илье Ефимову и Андрею. За финансовую помощь каналу. Для закупки хохоряшек для будущих экспериментов. А также Антон.